Всем привет! Это ролик в стиле эволюции не Фёдова. Я решил установить Windows XP на виртуальную машину, пощупать её, попробовать, так сказать, потому что эта система стояла у меня на компе с 2000... Вообще, по сути, с моего начала осознанного возраста до... 2018, по-моему, или 2017 года. И у меня стоял Windows XP Зверь 2010. Вот, я даже помню. Зверь 9, по-моему, называлось. Зверь DVD 2010. Вот. И я решил просто записать, как я устанавливаю Windows XP, типа, ничего необычного. Потом я как-то повожу в ней, попробую программки поустанавливать, поиграть в ней. И, по сути, всё. Во время этого всего процесса буду какие-то истории рассказывать. Короче, честно говоря, я не умею снимать этот формат, поэтому как пойдёт, так и пойдёт. Так, у нас перезагружается система. Я на стриме ставил Windows 2000. Мы попытались что-нибудь сделать. Единственное, что я знаю, это то, что можно PL Moon будет попробовать в качестве основного браузера. Тогда мы сможем выйти в интернет и даже YouTube открыть. Конечно, старый YouTube. А хотя на XP должно быть получше. Там MyPayl есть. До того, как я улетел из своей родной страны, у нас дома было 2-3 стареньких ноутбука. И на одном из них я умудрился нативно, прям офигенно полностью поставить Windows Vista. И это реально прям божественная система. Она мне капец как понравилась. Типа, я прям реально, наверное, месяц или недели три тупо просидел на Windows Vista. Чисто по приколу. Типа, реально я мог снять видео по поводу этого. Жалко, я этой возможностью не воспользовался. В общем-то... Почему ты? Это как раз я по поводу браузера хотел рассказать. О, быстро у нас, конечно, установка прошла. Так, здесь у нас ничего настраивать не надо. Здесь тоже. Здесь у нас будет, как обычно, MarkAdrly. Организация YouTube. Ага. Так, это я вам не покажу. Я почти запомнил наизусть ключ, который я вожу на протяжении всей своей жизни. Так, имя компьютера мы никогда не меняем. Пароль администратора у нас будет 1, 2, 3, 4. Будем вместе пользоваться, раз уж вы знаете пароль. Так. Нет, у меня не Волгоград. Я не знаю, зачем, по сути, указывать этот часовый пояс. В общем, неважно. В 22-м году, в конце 22-го, я выживал на Vista. На Vista даже я бы реально, я бы сказал, не выживал. А прям реально спокойно себе пользовался. Потому что я там себе поставил KSS, KSS 1.6. Я где-то даже какие-то ролики снимал про игры на том старом Asus. Но это невыложенный ролик. Он не попал в итоге на канал. Потому что он был снят прям так халтурно. Типа я там брал какую-то обувь. Пихал туда телефон. Потом, типа, двигал пуфик. Как-то к ноуту пододвигал. И в итоге у меня получался такой штатив за 0 долларов. Вот. А так реально было офигенно. Типа Vista была шустра. Она не висла. Не выдавала псоды. А почему Microsoft Windows XP такой шакальный? Такой логотип шакальный. Это так странно. Типа, если мы вырубим... А, ну ладно. Это как-то текст, видимо, подровнялся. А логотип нет. В общем-то, мне реально опыт использования Vista понравился. Я ставил SP2. Она у меня пошла просто прям нативно. Там драйвера из семерки подходили. И там еще некоторые на Vista были, да. Я ставил SP2. И я пользовался MyPel. Спокойно в ютубе сидел. Типа, реально, я помню всякие комедийные шоу. Сидел там с мамой на кухне смотрел. Это реально так атмосферно было, что ли. Типа, я помню, мы с мамой вместе до утра не спали. Мама что-то готовила. А я сидел за этим ноутом. Просто втыкал. Типа, я не знаю. Просто я получил удовольствие от того, что я просто пользуюсь Windows Vista. И все. Типа, я обожаю Windows Vista. И обожаю Windows 8. То есть, я обожаю именно то, что люди ненавидят. У каждой Windows есть свои плюсы и свои минусы. Типа, Vista это первооткрыватель Aero. Типа, то, что любят Windows 7, но это появилось Windows Vista. Я бы даже сказал, в какой-то степени Windows Vista Aero красивее намного. И самое главное, на том Pentium T3400 с двумя гигами оперативки абсолютно не лагало ничего. Типа, реально, там можно было YouTube в 480p спокойно смотреть. Там был какой-то 965-й экспресс, по-моему. Если не ошибаюсь, вроде... Да, вроде 965-й, либо 945-й. Это интеловская встройка такая. И в KSS там было кадров 40. А в KSS 1D6 можно было спокойно играть. Но в то время у меня не было сильно большой аудитории. Не было друзей, с которыми я сейчас играю в KSS. Поэтому протестить не было как. Но я помню, была у меня аудитория. Я летом, летом на Asus я там играл, летом 22-го. У меня тогда чат появился. И мы реально тупо с подписчиками. У меня был один подписчик из Казахстана. Мы сейчас снова с ним кое-как начали общаться. Вот, и мы с ним вот тогда в 22-м году тупо до 6-ти утра реально сидели, болтали. Я за ноутом сидел. Ой-ой-ой. А сейчас, походу, будет момент, где надо вырубить звук, скорее всего. Да? Я так понимаю. Потому что сейчас появится звук ОБЕ. И его надо будет, наверное, выключить. Так, пока я проболтался, у нас уже завершилась, можно сказать, установка. Мы сможем пройтись по панели управления, полазить. Вообще, на самом-то деле, надо зверь было ставить. Надо реально было зверь ставить. Вот это вообще такой был бы плюс вайп. Офигеть. Звук не вагает, ребята. А как это так? Офигеть. Жесть. Жесть. Так, окей. Давай. Проверяй подключение контента, который ты не найдешь. Напрямую. Ой. Что я такую? Ладно, не важно. Так. Давайте введем наше имя пользователя. Я хочу насладиться этой музыкой. Я ее ни разу в жизни не слышал. Вот в таком нормальном виде. У меня были попытки. Я, по-моему, чисто от максимум до рабочего стола доходил. Мне зачем-то надо было Windows XP поставить. У меня был очень кряхчащий звук. На этом я пошаманил с настройками виртуальной машины. И, видимо, не зря. Так, ну что. Вот он наш пуск. Давайте-ка вытащим дисковод. И сразу же поставим драйвера. А эта тема... Я помню, на самом-то деле, чтобы прям вот сильно-сильно запомнить или застать эту тему в детстве, то не. У нас была рояль-тема такая. Здесь стоит совместимость. Я прям все идеально настроил, поэтому... Ого. Капец, у меня шумные соседи, однако. Короче, у нас все должно быть быстро. Что там было? 1 гигабит в секунду? Ладно. Какой же офигенный звук. А, да. Все. Вот эту галочку снимаем. Все, супер. Все, делаем эксклюзив мод. Запускается наша система. В таком вот маленьком экранчике. Потому что это виртуальная машина. И у нас... Ох ты, е-мое. А у нас должно подтянуться разрешение. Супер. Так, ну что. С чего начинается настройка? Во-первых, тем у нас здесь нету. Что у нас по обоям? Давайте пройдемся вообще по всей системе. У нас же интернет есть, правильно? Давайте проверим. Я прям свой сайт пингану. Обмен пакетами есть у нас интернет. Супер. Так. Вот такие обоины есть. Вот такие. Кстати, вот эти обоины прикольные. Но они такие шакальные на Full HD. А здесь какие-то хорошие обоины есть, которые я обожаю. А, вот эти обоины, они были в бете Windows XP. Он тогда Вистлер назывался. Но что-то там Китаю не понравилось, по идее. И они там что-то в суд подали. А, вот эти, кстати, такие атмосферные, красивые. Вау. Я что-то вообще эти обои не помню. Кстати, странно. В Windows 2000 не слетает вот этот вот параметр. Вот такие обоины у нас есть. Осень, кстати. Вот эти обои, блин, я их оставлю. Правда, они такие шикальные. О, собакена я ставил всегда. Я помню, собакена ставил. Я не знаю почему, но... Семилетний я обожал собакена. У меня тоже была собачка. Рябя. Кстати, тоже прикольные обои. Мне нравятся обоины из Windows Longhorn с деревом. Я помню, я фоткал в Одессе пляж. И вот он прям как Windows Longhorn, но ночной. Так, это у нас какая-то странная фотография на самом-то деле. Вот эти рыбки, они всегда ставят во всяких офисах. Я помню, у нас там всякие кассы типа с экспишками. У нас реально в 23-м году тупо до сих пор их спички стоят в резервах, типа в проводницких. Это странно немного. Безмятежность вот реально не хочется ставить. Это уже настолько приезжая тема. Я хочу поставить вот обоину, которую я говорю, что она мне нравится. А, да, вот эту я говорил, я оставлю. Да, она такая шикарная, но... Мы в этом поменяем обоины обязательно. Метаморфозис. Это метаморфозис прошлого века. По-моему, эти обоины появились аж в 98-й или миллениум. Но это до 2000-й было. В 2000-й это точно была обоина. Хотя, если я так подумаю, 2000-й это и есть прошлое поколение. Здесь, как я помню, три цветовые схемы. Серебристая, которая... Ну, типа, вроде как бы... Ну... Я не знаю, безвкусно как-то. Ну, вот эта вот раскладка. Почему её не сделали в том же стиле? Вроде обводочку можно было сделать. А вот оливка вообще противная. Вообще, фу. А хотя... Слушайте, оливка смотрится лучше, чем серебристая. Но стандартная лучше всех. Ой. Только она у меня опять подзависла. Так. Ну что? По самой главной настройке... А, нет. Подождите, подождите. Параметры? Подождите-ка. А где? А, вот. Нет. Где-то иконку рабочего стола можно включить. Хм. А где? А, вот. Нашёл. Всё. Это, это база. Это должно быть на всех компьютерах. Кстати, я не знаю, почему Microsoft это не сделает. Хотя, это просто дело привычки. Это чисто как советское воспитание. Я, в принципе, уже несколько лет включаю проводник по нажатию на вин-е. Так, у нас здесь 6.0 Explorer. Чего у нас по вин-веру. СП-3, конечно же. Давайте-ка глянем о системе. Версия 2002. Вот, реально, напишите в комментариях, как это объяснить. Что означает версия 2002. СП-3 вышел в 2008 году. Или в 2007. Так, что у нас здесь спичер устройств покажет? Кстати, очень мало почему-то пунктов. Батареи. Контроллеры IDE, видимо, диски. CD, DVD, вот эти, которые тоже диски. И видеоадаптеры. Тоже диски. Звуковуха, клавиатура, компьютер. Ну, здесь ничего лишнего нет. Реально, здесь ничего лишнего нет. Ладно. Давайте-ка... Так, здесь у нас всё включено, да? Давайте, мы мажоры, мы можем... Ой. Можем себе позволить. А помните те времена, когда ты искал оптимизацию Windows? И тебе говорили выбрать обеспечить наилучшее быстродействие? А потом оставить и сглаживать неровности экранных шрифтов? И у тебя по итогу было... По итогу у тебя было вот это вот. Да, это, конечно, жесть. А ведь люди так и жили. Я помню, у нас были школьные компы с двухтысячной виндой. У нас реально была двухтонная винда и XP-шка. Ой. Ой-ой. Я, кажется, что-то сломал. А всё нормально? А, всё нормально. Так, с чего начнём? Мы начнём с того, что нам нужно прописать bing.com. Шестой экспортер с этим справляется и... Ладно, не сильно-то и справляется на самом-то деле. О, всё, нормально. Погнали. 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 Опа. Так, это уже интересно. Слушайте, а это... Это плохой знак на самом-то деле. Очень плохой знак. А, я знаю, в чём проблема. Это... Это из-за bing. Это нам надо написать. Я так понимаю, да? Офигеть. А почему? Подождите, у нас же есть интернет. bing. Google.com Да есть! Хм. А, подождите. OldVersion.com А, ребята, не читерим. Сейчас нормально скачаем. Значит, я помню прям вообще наизусть, что для XP-шки последний Firefox это 52.9, но... Мы будем искать MyPell. Он же есть? А его нет. Окей. Тогда мы скачаем Firefox. Где он здесь? Вот он. Сейчас мы по чесноку прям. Так, давайте-ка... 46. Почти актуально, мы его сможем обновить. Так, кликаем. Сохраняем. Сохраняем. Ага, знаю я, как это. Ух ты. На панели информации появляются оповещения, когда интернет-эксплорер блокирует всплывающие окна или загрузку ненадежных файлов. Если вебузе у нее отображается правильно, посмотрите на панели информации. Окей. Ага, да-да-да. Точно-точно. Нам нужно переименовать этот PHP в XZ. Только потом мы сможем запустить инсталлятор. Я не знаю, зачем так делать, но... Это уже просто стандарт такой на старых сайтах. Да, как по умолчанию. Так, смотрите. Это у нас... А, вот он уже качает обнову. Так, ну все. Опять об... Да вы издеваетесь. Да, он 52.0 поставил. Нам 52.9 надо. Так, что-то тут не то со шрифтами. Я хочу скрыть эту панельку. Она не должна отображаться всегда. Вот этот вид Firefox, я помню. Это такая ностальгия. Я помню, Waterfox еще с таким дизайном был. Так. Давайте-ка пройдемся по диску. Короче, у нас диск 40 гигабайт. Ну, 36. 2 гига оперативки, по-моему. 2 гига оперативки, если не ошибаюсь, или 4. И 2 ядра, 2 потока. Вот так вот. Поисковик у нас Google. Окей. И шо, это все настройки? Видимо, все. Еще вот это оставим. Ну и все. Давайте напоследок рестартнемся. Это уже последний раз. Да, нам вылезло грустное сообщение о том, что мы используем неподдержимую систему. Давайте-ка найдем крутые обои. Вот так вот. Крутые обои для Windows XP. У нас используется какая-то мобильная версия. Я не знаю, по какой причине. Видимо, юзер-агент сломался. А, здесь у нас какие-то заблокированные режимы. Ох ты ж, е-мое. Боже, я как будто окунулся в 2016. Где при переходе вылезают всякие сайты страшные, злые. Кстати, я хочу вот эту обоину скачать, реально. Правда, у нас слегонса неторопливый браузер. Чуть-чуть совсем. Оп. Нет. Ага, это все? Ну ладно, мы люди нетребовательные, как говорится. Ага, даже так. Все. 30 килобайт нам хватит, как говорится. Правильно ведь? Правда, я не особо понимаю. Алло. Ой. А что произошло? Нам такого не надо. Вот так вот. Да есть же. Так. Что делают еще на Windows XP, по сути? Когда я был маленький, я, по сути, просто лазил по браузеру. Лазил по интернету. И все. На этом, в принципе, мои увлечения в компьютере заканчивались. Мы можем зайти на YouTube. Что, кстати, очень даже хорошо. Офигеть! Еще и современный дизайн. Вы посмотрите, как это странно выглядит. Новый YouTube 24 года из клоу-бары с 2001. Давайте попробуем мой канал найти. Мы реально можем лазить по YouTube на системе 25-летней давности. Как он такой вообще? Это же вообще... Так. Что по... Что по нагрузке? Хе-хе-хе. Когда мы слышим слово Microsoft, мы сразу же представим гигантскую корпорацию. А он немножко забыл прогружать. Что-либо. Ай-яй-яй. Чуть-чуть он в шоке. Совсем чуть-чуть. Во всяком случае, у нас более-менее нормальный шрифт, и хоть и шрифт Windows XP довольно страшный. Кстати, а это же, по-моему, можно менять. А ну-ка, ребята. Параметры дополнительно. Это что? Нет, это не то. А где... Чего? Эм... 85 Гц. Откуда им взяться? Не особо понятно, как это работает. Ну ладно, пусть будет. Почему бы и нет. А где, собственно, ClearType, все дела? Оформление? А, вот. ClearType. Ух ты, ребят, что-то поменялось. Да, шрифт как будто поменялся. Так, ну шо? Включаем ролик про Windows 8 на Windows XP. Так. Ой-ой-ой, реклама. Ой, я успел натыкать выключение звука. Так, реклама у нас немножко съехала, это уже заметно. Но смотрите, если реально просто поставить без каких-либо Extended Kernel и без каких-либо сторонних браузеров, там, со сторонними движками, которые, типа, якобы не поддерживаются, я имею в виду, там, MyPLP, Омун, реально можно на YouTube зайти, причем, если использовать не эмуляцию, а какой-нибудь реально новое, современное, ой, какое современное, реальное железо. Вот, будет даже лучше. Он что-то разогнался, он решил 720p врубить. Не надо. Так. Пользователям не понравилось, и большинство существования этой системы даже не знают. Можно, можно смотреть, мы не будем на этом зацикливаться. Давайте-ка попробуем пройтись по панели управления, а потом по стандартным программам. Классический вид. Что у нас здесь есть? Брэнд Мауэр. Я, кстати, напишите в комментариях, вы тоже называли Брэнд Мауэр Брэд Маузером, или я один такой? Я реально до того, как, наверное, Windows 10 установил, когда этот Брэд Мауэр переименовали в... А во что его переименовали? А, стоп, не во что, я просто английское имяное начал пользоваться. Короче, я говорю Брэд Маузер, а не Брэд Мауэр. Ну, это же вообще не русское слово. Я говорю Брэд Маузер. Так, дальше у нас дата и время, здесь ничего интересного. Ой, вот это я зря. Меня так бесило всегда, когда я справку открывал. Так, звуки, что у нас здесь? Качество записи, громкость динамиков. Офигеть. Ааа, звуки. Офигеть. Эти звуки. Я помню их. Ладно, нет, эти нет. Вот это да. А, вот это я тоже помню, я его назначал на уведомления. Ого. Полезно. Виндос Мессенджер. Да. Идеальная интеграция. Ой. Эта менюшка реально не менялась ни разу за всю историю Windows. В 95-й винде точно такой же диалог. Знаете, это даже грустно в какой-то степени. Ммм, клавиатура. Что можно в клавиатуре настроить? Ничего. Мастер беспроводных сетей. Ух ты, тут кое-как серьезно можно Wi-Fi настраивать. Эта мы не будем открывать. О, мышка, мышка тут. Да. Я помню. Да, вот. Вот эта тема динозаврики, я ее себе ставил. Меня, меня, меня очень забавляло, когда динозаврик топал. Когда надо было что-то грузить. А тут какие-то вариации. Какая-то, какой-то странный курсор, если честно. Я помню, в звере еще была тема от Макоси. Вот я о ней тоже пользовался. Руки. Руки как руки. Руки 2. А уже начиная с Windows Vista, на эту кастомизацию как-то в какой-то степени забили. Вообще, на самом-то деле, Windows XP это самая гибкая такая система для кастомизации. О, панель задачи пуск. Здесь можно сделать вот так вот. Я помню, я себе так сделал, я такой стилевый был. Что-то не то. Нет, давайте не надо. Я помню, я себе ставил тему от... А, не, я наоборот, я на Windows 7 ставил тему Windows XP, и я такой довольный был. Мне реально так это в кайф было. Жалко, я эти ролики не найду. А может найду. Если найду, то я вставлю, попробую. Так, ну что. Я помню, я здесь нажимал принимать все куки. Я такой крутой был. Здесь я что-то... Что-то я тоже здесь менял, я помню. А еще я помню, когда я там сортировал свои файлы, у меня типа были там папки, там, разная, там, я не знаю, любимые. И я там каждой папке давал значок, и мне очень сильно запомнилась иконка бабочки. Где-то здесь бабочка должна быть, вот. Вообще, в Windows 11... Ладно, нет, не в 11, в 10 винде те же иконки, что и от XP. Чуть-чуть какие-то другие вариации. Может листать разве что дольше, наверняка. Вот, я помню, ставил вот это. Вот такую иконку я ставил. Там, я не знаю, фильмы. А, я, я ставил, ставил я... Какой же я ставил? Сейчас я найду. Я ставил. Я ставил с диском. Типа... Вот это вот я ставил. Это типа были фильмы. Музыка, музыка это у меня было. Я помню, я слушал время истекло. Типа, все просто потому, что все дела. Тогда еще праздник к нам приходит. Дима Билан рекламу делал. И еще, что я помню. ПТНТ показывали универного общага. И ПНО ТВ тоже показывали универного общага. Вот такую музыку я делал. Блин, я сейчас просто вспоминаю это. Так, что я еще использовал? Я использовал... А, я вспомнил. Я, короче, вот эту иконку использовал. Я типа делал ярлыки. И здесь я делал ярлык. И типа HTTPS... Слышь, слышь, там... Я не знаю. Комс.ру, например. И Комс.ру. Я там прям нормально подписываю. Типа, опа. Вот так вот открываешь и... И все. В какой-то степени это удобно. А, еще, 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 еще. Вот я вспомнил. А на панели задач здесь можно ссылки убывать. И надо как-то открепить и... Ой, нет, это не оно. Подождите, это не оно. Быстрый запуск? Нет. А, реально, Quick Launch. Я врубал Quick Launch, да. Но это не то, подождите-ка. Здесь должна быть панелька такая, в которой сайты можно писать сразу. Но ее нет почему-то. Блин, ну поверьте нас. Вот тут имеется такая панелька. В которой писать можно. Типа, и там есть такая стрелочка вниз. Как вот здесь. И типа там... Это вот как закладки такие удобные. Это реально было удобно. Жалко этого нет. А еще, а еще. А, можно было создать какую-то папку в документах. И ты типа там делаешь папку избранную. По-моему, такая папка вообще где-то должна быть. В общем, не важно. Кидаешь сюда Coms.ru. И все. И ты типа берешь панель инструментов создать мои документы избранные. И все. И теперь... Подождите, а это что-то не то. А что случилось? Здесь, в этих избранных, можно настроить так. А вот, показывать подписи. И в этой иконке можно ярлык менять. По-моему, как-то можно было. А, я вспомнил. У ярлыков можно... Нельзя. Блин, я как-то... Я помню, я скачивал иконку Ютуба. И реально просто делал себе ярлык Ютуба. До того, как это стало мейнстримом. И до того, как Ютуб приложение ввел. Я вспомнил. Короче, в Google Chrome... Давайте скачаем. Это нам надо Old Virgin, наверное. Блин, я такую ностальгию словил. Короче, я пользовался Яндексом. И пользовался Хромом. Вот если скачать Хром... Я думаю, вы помните. Тогда были игры в магазине расширений. И приложения. Реально, был... Как это сказать? Я даже не знаю, как объяснить. Я не сильно отчетливо помню, как это было. Но там можно было скачать какой-то майн-тест. Типа Майнкрафт какой-то. Там можно было скачать RedBall. Я даже видео записывал на старом. Вообще, давно-давно удаленном канале. Еще в далеком 2016-2017 году. Я реально тупо на Бандикам записывал. Как я шариком гоняю. Это вот такое вот расширение. Ты типа жмешь, и у тебя открывается RedBall. Но это не то. Это не то, что я имею ввиду. Там Cut the Row был. Короче, нам надо скачать Хром и проверить. Потому что в новых Хромах этого нет. А это на самом-то деле... Ну, по сути, да. Это бесполезная вещь была. Но для меня это... Сколько мне было? Это было 2016-й. Это мне было 8 или 17-й. 8-9 лет. Скорее всего. И... Кстати, хорошо, что МСИ. Хорошо, что МСИ. Поэтому, что мы сможем поставить... Так. Ой, у меня соседи шумят. Короче. Какие еще папочки я делал? Вот эти. Короче, я помню... У меня на VBS-е... Это типа... Вот ты создаешь текстовый документ. Там... Привет. Я реально... Я абсолютно не помню VBS. Но если это будет... Так, как я думаю. Как это на C-шарпе. Это будет круто. Messagebox.show. Дальше берем в кавычки. Пишем привет. Привет. Запятая, кавычки и кавычки. Название окна. Я дальше не помню. Мы это сохраняем как? Все файлы. Все файлы. И пишем привет VBS. Ой. Я написал привет VPN. Нет, нам надо VBS. Бейлин. Нет, не помню. Давайте просто привет. Может я что-то неправильно сделал? Давайте попробуем. Ой. А это привет VPN опять. Как-то можно, как-то можно. Я помню. Привет.vbs. Да, заменить. Наличие окончания инструкции. А может мне не надо вот это? Требуется объект Messagebox. Так он же ж есть. Эх, ребята, я не знаю. Короче, я создавал прям, типа как, как ты разбираешься в Windows. Я, короче, со второго класса прям задрот в плане винды. Я типа реально, у меня были тетрадочки, в которых я рисовал логотипы винды. Рисовал там всякие, типа рабочие столы. Я в Википедию переписывал зачем-то. Я такой прям, прям вот такой вот ботаник-ботаник был в этом плане в тематике винды. Типа реально меня там таким программистом считали. Меня и сейчас считают на самом-то деле. Я сейчас, типа, ну, чуть-чуть серьёзнее программист. Я там программку свою делаю и всё. Блин, у меня от этого логотипа, я не знаю, просто от логотипа Хрома на фоне XP. Такая ностальгия. Надо поставить старый Яндекс. Боже мой, эти пирамидки. Ага, ага, ага. Нам, знаете, что надо скачать? Нам надо скачать cert-updater. Нам надо обновить сертификаты. Cert-cert-updater. Нам надо обновить сертификаты. Мы обновим сертификаты, и у нас не будет никаких ошибок. Вот это вот часы спешат. Тогда можно будет гордо... RAR, вы серьёзно? RAR. Мне надо скачать 7-zip. Каким образом я должен это сделать? А, нормально, окей, хорошо. Правда, мне 32 бит надо. Всё, погнали. Let's go. Так. Открыть. Выбрать программу из списка вручную. Это окно. Я, короче, вспомнил, была такая проблема, были иконки на рабочем столе, там много-много иконок, всякие программы были, Аваста, 360 Total Security, Яндекс мой, Chrome мой, Mozilla, мамы. И я, короче, что-то запустил, вот это, выберите программу, на ярлыке, вот здесь, типа, открыть. Я не знаю, я, короче, как-то сломал, и я выбрал какую-то программу зачем-то, мне тогда было лет 7. И я топа сломал, и, короче, иконки на рабочем столе перестали открываться, и они стали выдавать ошибку. Вот, и я что-то на ютубе искал, и этому было какое-то решение. Вот, я такой, звоню маме, а она там на работе, у нас там было часов 8, наверное, вечера. И я, типа, звоню маме, а она там на работе, я говорю, мама, я починил иконки. Она такая, молодец, сын. Это, это вообще... Так. Что? Пароль? Вы что, издеваетесь? Пароль от чего? Это что такое? От чего пароль-то? А, ого, какой длинный пароль. А где? Да, ё-моё, нам надо 7-зип. Длинный достаточно пароль. Так, всё, врубаем рек. Теперь открываем программу. Всё. Сейчас у нас обновятся сертификаты. И у нас будет полностью рабочий Google Chrome. Может быть, с небольшим шансом нам повезёт. И у нас Chrome обновится с 46-й версии на 49-ую. Всё, ребята, вы готовы увидеть ностальгию? Мы же потом ещё Яндекс скачаем. Давай. Так. Давай сделать браузер-рубку. Ч-чего? Оно прогрузилось. А ну, ты обновишь эту 49-ую или нет? 49-й Chrome последний, по идее. Или 52-й тоже. Хотя я сомневаюсь, что он... Он реально... Он реально обновляет. Короче, чё у нас тут? А, эти пользователи. Я вспомнил, как я брал ноутбук у сестры. Ну, типа, не в наглую брал, а просил. У неё там была сессия, она там... И я не знаю, насколько на сессию уезжать. Я не знаю, на пару недель. И я... Я-то довёл канал на ютубе в 2017-м. И я... На ноутбуке сестры записывал ролики. И, короче... У неё там пользователь Хелен. И я там как-то локально... Не, не локально. Ой. Ого. Ой. Что я сделал? Ну, что я на классу? И я... Да-да-да. Вот это вот было. Короче, у неё тут было лицо, аватарочка такая. Типа, Хелен, и тут я, такой Марк, типа. Офигеть. Это жесть. Подожди, а у нас вообще-то хром обновлялся. Я там ничего не сбил? Он опять проверяет обновление. Окей. А чё в это я? А-а-а. Короче, вот здесь типа было... Когда я снимал видео, я иногда забывал сменить учётку. И типа там было написано имя сестры. И я ещё с вебкой записывал. Я записывал, знаете, на что? Не поверите. Была программа Camtasia Studio 8.1. Это у меня... А, ладно. Это у меня отпечатывалось просто в памяти. Я до сих пор иногда качаю эту программу, потому что... Потому что мне её удобно делать... Для тиктока ролики, в общем-то. И мне иногда делать удобно то, что для Vegas'а, по сути, должно быть элементарно, но как бы... Нет. Ой, продолжу скачивание. Ой, а я не помню такую загрузку файлов. Не, я реально не помню. А, вот-вот-вот, сервисы. Это то, о чём я говорю. Да, только... Только... Только, блин... А мы это старый магазин Google Chrome'а не откроем уже. Да, блин, поисковик сломался за эти, сколько там, 7 лет. Может, не откроют мне Legacy-версию? Ну, да, он мне тут откроет новую, которая сломалась. Эх, эх, эх. Короче, до... С года 19-го или 20-го в Chrome Story, в этом, есть только две кнопки расширения и темы. Ну, я не знаю, как в новом, я не пользуюсь Chrome. А раньше было расширение темы, игры и какая-то четвёртая. Наверное, сервисы какие-то, я не знаю. И, короче, можно было скачать Cut the Rope, Red Ball, вот Red Ball, я уверен, да, вот я помню, я тупо играл, я тупо играл в игры. Я Cut the Rope, я заходил в сервисы и играл через Chrome. Ну, да... Осталось 0 секунд. Да ну! Так, давайте, давайте открыть с помощью. И давайте 7-зипом сразу. Ой, надо было врубить... Ой, что-то на арабском. Ну ладно. Эти иконки специальные. Ой, я сейчас вирус не подхочу? Твоё налево. Я надеюсь, нет. Я не знаю, откуда я качаю. А, сейчас нормальный камтазийный инсталлятор откроется, я так понимаю. Это что-то... Нет? А где? А где? Ой. А что я поставил? А я скачал вирус, я так понимаю, да? Хе. Хе-хе. Я скачал вирус. Я просто скачал вирус. А, смотрите, нам фреймворк надо. Я понял, это инсталлятор вылетел. Это инсталлятор вылетел. Нам надо фреймворк... Фреймворк... Фреймворк 4.0 for Windows XP. Вот так вот. Слушайте, я вообще не чувствую какого-либо дискомфорта на 46-м хроме. Причём это, я так понимаю, шестнадцатый год. Да, конечно. Двадцать четвёртый. Он у меня теперь обновления не хочет ставить. Ну ладно. А. Стоило скачать мне... Ой, стоило мне сказать про дискомфорт. Как я его уже начал немножко чувствовать. А что насчёт Mozilla? У нас же два браузера есть. Он, по идее, должен быть актуальней. Ух ты! Офигеть! Он там качать начал? Супер! Это ещё и оффлайн. Это означает, что мы спокойно поставим. Это то, что нам надо. Правда, я не каждый день ставлю на самом-то деле программы арабскими инсталляторами. Мне кажется, оно к лучшему, что у меня вылетело. Так, а у нас, кстати, уже идёт установка. Знаете, что я тут подумал? Нам надо найти старую версию Яндекса для Windows XP. Но я помню, что в отличие от Хрома и Мазилы. Яндекс каким-то чудом, если я не ошибаюсь, чуть ли не до девятнадцатого года поддерживался на XP, поэтому нам надо это сейчас поискать. Давайте напишем последний Яндекс для Windows Хр. А ну. Первая попавшаяся, может, не зря. Они до сих пор поддерживают Windows 7. Это довольно странно. Блин, это... Ну, вы посмотрите на это. Вы просто гляньте на эти кнопочки, на эти пирамидки. Офигеть! У меня сейчас просто да ё-моё, вы со своими нейросетями. Дайте побалдеть. Я, короче, вспомнил. Давайте просто поищем ВК ВК 2017. Да ё-моё. ВК. ВК. Всё. Я помню, я обожал ВКонтакте. Все сидели во ВКонтакте. Блин. Я помню этот ВК. Я помню этот мобильный. А стоп, я и этот мобильный ВК помню. 12-13 года. А вот этот не помню. У меня был ещё старый, старый HTC. А... Блин, я, кажется, вспомню. HTC Viewed Fire S Нет, не S. Да ё-моё. HTC HTC Viewed Fire. Это всё, что я помню на самом-то деле. Да, это тот телефон, которым я пользовался. всё. Это, короче, мобила на втором андроиде. Вот она, вот она. Его продают за сколько? За 40 баксов? А, за 25. Не, у меня немного не такая. У меня 4 рисуночка было, не было основной этой кнопки, у меня все были прозрачные. Ой, куда я закрыл? Где-де-де-де-де? А ну-ка, ну-ка. У меня было без кнопки. Хм. А, вот, скорее всего, мой. Viewed Fire S. Да, это вот, вот это он. На нём был Android 2.3.3, по-моему. Ммм. На нём я ставил ВКонтакте, на нём я ставил YouTube, и на нём я сидел в интернете. Это было, я не знаю, это, я вот сейчас вспоминаю, у меня просто сейчас слёзы идут. Это был браузер, ммм, такое говно, прям браузер, но, но он рабочий типа был. Типа реально можно было, вот я никакого дискомфорта не чувствовал, кроме того, что я не мог скачать Майнкрафт. Поэтому в Апсторе я вам сейчас покажу, как выглядел Апстор. Это, по сути, я жил в 2011 году, вот вы понимаете, мне было тогда три года, но я жил в 2011. Ой, какой Апстор? Play Market, Play Market 2000, нет, он тогда назывался Android Market, дай, Android, Android Market 2011, тогда была ещё Play Music, я через неё музыку слушал, вот это вот, где, а где, блин, дурацкий Clickbait, боже мой, дед, вот я помню это, офигеть, я, я реально, я помню это, знаете, там, там ещё такой звук противный, когда нажимаешь на какие-либо кнопки, это то, от чего все производители смартфонов отказались уже давно, типа, реакция такая, это просто жесть, я, я прям хочу услышать этот звук заново, но не могу, фиг найдёшь сейчас этот HTC, наверное, в Америке, а у меня сейчас просто слёзы идут, я не знаю, меня так на ностальгию попёрло, это мы ещё до Яндекса не добрались, я же там вообще разревусь, наверное, короче, на этом телефоне вообще ничего почти не шло, но я помню, я брал кардридер, типа, сейчас, я знаю, я не поведусь на это, кардридер, флешечка такая, я прям, я прям благодарил маму за то, что она мне купила кардридер, на том телефоне было, по-моему, гигабайта 4, если не ошибаюсь, по-моему, то ли 2, то ли 4, короче, мало, и я с помощью SD-карты перекидывал музыку и какие-то другие программы, я даже там умудрялся какие-то игры, я, я, я вспомнил игру, я вспомнил игру, ого, пун, э, пун, гейм, андроид, вот, вот, вот эта игра, а у меня сейчас, наверное, вообще сайт не откроется, офигеть, вот это вот я играл, я помню, я всех своих одноклассников подсадил на эту игру, это вообще, короче, это, я, я, я просто в шоке, я сейчас разрываюсь, если дальше буду вспоминать, в общем-то, давайте Яндекс поставим, а, я же вообще-то искал какой, 17.4.1, давайте, так, 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 Яндекс 17.4, да, ё-моё, 17.4, всё, я буду Яндексом пользоваться, давай, о, coms.ru, супер, найс, обожаю этот сайт, давай, 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 для Windows XP, для Windows XP, давай, да, есть же, короче, я помню, я пользовался Яндексом, Хромом, и ещё каким-то браузером, я, я не помню его название, вообще, но я тоже ним пользуюсь, и он был, по-моему, на Хромеуме, а, у меня четвёртый фреймворк поставился, да, давай, по умолчанию, я сейчас такую ностальгическую слезу уславлю, давай, ставься родной, сейчас Яндекс, конечно, такое говно, он так скатился люто, хотя он по-прежнему очень функциональный, он, наверное, функциональный, чем остальные браузеры, но, но вот это вот, а что происходит? А что случилось? А, всё нормально, да, ееее же, не надо, знаете, какие я себе ставил, я себе вот эти ставил, да, вот эти, так, идём дальше, а что они такие шокальные? Не, в Яндекс аккаунт я входить не буду, я не им не пользуюсь уже лет 7, а, не, или сколько там, когда его заблокировали? А, ну, 6 точно, на стартовый давай, 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 офигеть, если я сейчас зайду в настройки, это будет жесть, А интересно, а он вообще попытается обновиться? Или реально не обманули? Эх, вы используете актуальную версию. Хорошо. Настраивать здесь, на самом-то деле, мало что есть. Дополнение, я помню, тут антишок какой-то есть, а вот, давай, 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 не, это бесполезно, э, выключися, все, а, это он качал, я понял, турбо, я помню, это такое самоунушение, но оно работает, я хочу старый Яндекс увидеть, старый Яндекс видео, я обожал Яндекс видео, я реально, любил смотреть, именно в, подождите, а, ну, давайте, Марк Адерли, давайте я себя попробую, блин, это Ютуб, не, у них же, у них же было что-то на подобии своего, этого, а, вот, кажется, оно сейчас и откроется, или, или это Ютуб, блин, это не то, тут уже все поменяли, а, ладно, в общем, я обожал Яндекс видео, типа, открывать, оно реально было крутое, а, а то, что сейчас, это вообще капец, что я еще хотел-то, а, я вам хотел Камтазию Студию показать, да, установится вообще, или нет, а, ё-моё, так я, так оно в этом, программ файл, захлежит, вот оно, всё, сейчас мы поставим, арабскую Камтазию какую-то, давай, я обожаю Камтазию, а еще, ой, а, блин, виндух обновлять надо, жалко, это, это очень геморно, хотя, не, на самом-то деле нет, но здесь надо уже вторую часть записывать, потому что я вот, я так понимаю, я уже тут час говорю, а, короче, я надеюсь, вам понравилось это видео, если хотите продолжение, можно записать продолжение, но чуть-чуть попозже, через пару недель, может в июле, может в августе, я надеюсь, вам понравился ролик, если, если это так, можете поставить лайк, подписаться на канал, у меня есть цель 10 тысяч подписчиков до нового года, в принципе, все, желаю всем удачи, и до скорой встречи, все, на такой красивой ноте, всем, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok